здравствуйте уважаемые подписчики нашего канала сегодня нас на связи руководители миграционной компании из канады его зовут вадим и сегодня мы хотим поговорить на такую тему как персональная консультация миграционного адвоката для чего она нужна и что она дает клиенту впоследствии здравствуйте 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 очень хорошая тема очень правильная мы получаем очень много запросов зачем нужна консультация или люди приходят к нам когда они уже считают что знают ту программу по которой нужно эмигрировать иногда так и есть но иногда просто на основании видеороликов блогеров какой-то источник информации не который не является официальным да то есть не исходит из канадской иммиграционной службы люди черпают информацию на этом основании делают какие-то выводы вот мне подойдет эта программа или другая программа эта программа дешевле давайте по ней будем подавать документы а здесь там нет языковых требований может быть мы по ней пройдем для того чтобы дать профессиональный ответ и обычно вот консультанты иммиграционные работают по такой схеме нам недостаточно просто желание клиентов нам нужно иметь информацию причем иметь в письменном виде то что мы услышали многие просят голосовую консультацию давайте там 10-15 минут поговорим я вам расскажу свою ситуацию к сожалению это не работает то есть нам нужно получить информацию письменно и наш консультант иммиграционный письменно дает ответ по тем программам которые подходят данной семье или данному человеку очень важно иметь информацию возраст образование опыт работы причем опыт работы за последние там 10 лет не меньше включая название компании должности функциональные обязанности была ли это работа на полную ставку на частичное занятость была официальное трудоустройство или неофициальное трудоустройство был ли человек работал как по контракту фрилансер то есть это все играет роль очень большой при выборе миграционной программы поэтому когда нас спрашивают я не готов платить деньги за ответ да или нет мы не даем ответ да или нет мы даем описание стратегии для переезда в канаду включая требования этапы работы стоимость наших услуг стоимость официальных сборов канады на каждом этапе сколько денег нужно привести с собой то есть у семьи есть полная информация после получения наших рекомендаций о том что потребует данная программа что им нужно сделать со своей стороны какие средства нужно иметь то есть вот эту информацию мы предоставляем письменном виде клиент здесь я хочу добавить то что далеко не каждый адвокат предоставляет письменную консультацию точнее каждый предоставляет но ценовая политика на письменную консультацию она значительно выше да то есть вас очень лояльные условия и цены в этом отношении я специального да задалась темой такого видео потому что очень часто обращаются клиенты они вот пишут мне такое письмо расписывают всю свою ситуацию а я прошу их заполнить дополнительную анкету да на что они не говорят ну зачем я же все описал но то есть по факту все равно да придется то есть либо мне либо уже специалисту задавать дополнительные вопросы выяснять это трата времени да то есть и какую-то консультацию которая обойдется в час времени мы просто можем растянуть на несколько дней да то есть это не будет неправильно и некомпетентно спасибо большое что пояснили для чего это нужно и смотрите существует два типа консультации да это консультация более экономного варианта и более развернутый вид консультации расскажите пожалуйста о них что дает одна и что дает другая обязательно конечно да единственное я хотел бы дополнить вот то что вы сказали если человек нам присылает в какой-то форме информацию и нам приходится там созваниваться выяснять пересылать консультанту консультант делает рекомендации затем мы обязательно гарантируем человеку ответы на его вопросы дополнительные уже после получения рекомендаций как правило семья или человек задает вопросы что-то непонятно какие-то уточнения какие-то моменты да то есть мы еще выделяем время на такую консультацию вот эконом вариант у нас который указан и которым вы знаете вам ваша как вот второй паспорт расскажет клиентам об этом он достаточно низкая стоимость и эта стоимость как бы обеспечивает она даже не покрывает время работы консультанта зарплаты к сожалению и к счастью в канаде выше чем во многих других странах поэтому вот эконом вариант не покрывает стоимость консультации тем не менее мы на это идем и я хотел бы также указать что вот те деньги которые мы берем за консультацию это не оплата работы у нас не столько оплата работы консультанта сколько это подтверждение со стороны клиента о серьезности намерений о том что он действительно готов выслушать информацию и он серьезно настроен на переезд он готов ее принять да то есть как бы это элемент доверия да то есть если клиент заплатил деньги получил ответ это какой-то элемент двустороннего доверия вип-услуга у нас есть да немного выше стоимость это дает возможность не одноразовой консультации это возможность консультации на протяжении года иногда ситуацию клиента меняется то есть мы проводим изменения в наших рекомендациях и эта сумма вычитается из стоимости договора при работе с нами то есть когда мы заключаем договор то та стоимость которая была оплачена за начальные рекомендации она вычитается из договора и таким образом вип-услуга получается бесплатно для клиента хорошо спасибо в принципе да это то что я хотела получить именно вот этот развернутый ответ потому что ну просто тема она болевшим когда люди обращаются пишут могу ли я вот уехать да особенно то есть я перед клиентами не хочу показать свою некомпетенцию я компетентна многих вопросах но я нужна для того чтобы распределять клиентов помогать находить именно тех специалистов которые им нужны да то есть отвечать на какие-то вопросы касательно законодательства какой-то страны я просто не имею права да и вообще не имеет права любой человек наверное адвокат он все-таки несет ответственность да за предоставленную информацию относительно действующего законодательства на момент оказания консультации да ведь очень много изменений различных происходит но в любом случае думаю что на этом пока закончим может быть других видео раскроем уже другие темы которые будут интересны нашим подписчикам спасибо вадим еще раз напомню можете оставлять заявки на нашем сайте ссылочку оставлю внизу под видео также по номеру телефона указанном на экране но всем пока всего доброго всего доброго до свидания а